День ставит свой автограф на нашем канале. Каким был этот вторник, вместе с коллегами расскажу я, Дарья Жилина. Здравствуйте. И вот коротко о главном. Новодвинске отметили День славянской письменности и культуры. Сегодня День памяти северных юнг. 79 лет назад адмирал Николай Кузнецов подписал приказ о создании школы на Соловецких островах, теперь уже легендарного учебного заведения. Там были воспитаны и отправлены на защиту родины больше 4000 юнгашей. Каждому четвертому не суждено было вернуться. О значимой дате материал Артемия Заварзина. В историю они вошли как мальчики с бантиками. В веках они навсегда останутся поколением смелых и несломленных. Юнги Северного флота – выпускники легендарной школы на Соловках, куда стремились попасть многие ребята из Архангельска. 42-го по 45-е годы обучались военному делу, а затем отправлялись на защиту родины больше 4000 первоклассных специалистов. Увы, но каждый четвертый не вернулся домой. Мы почетный коровый школой 55 имени Андрея Ивановича Аноченкова. И мы много лет, точнее два или три года занимаемся исследовательской работой по соловецким юнгам. Продолжатели традиции. Кадеты сегодня у памятника юнгам Северного флота. Место установки еще в 93-м году выбирали сами выпускники легендарной школы. Им же принадлежит идея создания мемориала. Теперь многих уже нет с нами, но они вечно живые, вечно герои. Эти ребята, которые наравне со взрослыми, не сгибались под морскими ветрами. Многие из них награждены медалями, орденами. Есть герои Советского Союза. И великое счастье, что мы и сегодня с многими из них можем поговорить, можем услышать из их уст рассказы о их, к сожалению, очень непростом детстве, но очень героическом детстве. И как раз об этом сегодня вспоминал Юрий Будиев. В 93 года он сохранил офицерскую выправку моряка. Юнга Северного флота вспоминает, как мальчишкой еще до зачисления в школу при пароходстве встречал караваны Дервиша. Проходили здесь по сырной длине, к морскому вокзалу, там шартовались. Ну, на богородице, на красной пристани. Не без проблем. Да, проблемы. Тяжелее время, тяжелее. Не более молодежь, так что молодежь, конечно, они всегда готовы встретить все и сделать все, что им предлагает старшее поколение. Потомки поколения победителей совсем скоро начнут подготовку к большой дате. В 22 году исполнится 80 лет с момента создания Соловецкой школы ЮНГ. Сегодня себе в современном мире, когда мы уже живем в других условиях, сложно себе представить, что пацаны 14-16 лет, дети по нашим меркам абсолютно, уже были взрослыми членами команды, выполняли боевые задачи и во многом сыграли огромную роль в обеспечении и победы, и вообще обороны стран. Посвященные памятной дате мероприятия подхватывают и в других городах. Так, к акции ЮНГ и Победы в этом году присоединились Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Пермский край, Мурманская, Нижегородская и Костромская области. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29. К другим темам. Государственный выпускной экзамен сегодня писали почти тысячи ребят. Правда, результат им нужен вовсе не для поступления в ВУЗ. Познакомился с новым форматом аттестации Аким Самедов. Государственные выпускные экзамены такого формата в новинку. Выпускники, собравшиеся сегодня в 10-й школе, а это 121 человек, в высшие учебные заведения поступать не планируют. Но это не мешает им в дальнейшем посвятить себя спорту или творчеству. Русский язык сдаю, хочу поступать в колледж. Готовился только в школе, дополнительно не занимался никак. Я хочу дизайнером стать, буду поступать в колледж на включе дизайна, буду рисовать в дальнейшем. На первый взгляд может показаться, что тут сдают ЕГЭ по русскому языку. Такие же санитарные меры, у каждого выпускника свое место, а преподаватели внимательно следят за тем, чтобы никто не списывал. Однако история у государственных выпускных экзаменов иная. Изначально его сдавали только учащиеся с ограничениями по здоровью. Теперь все, кому нужен просто аттестат. Экзамен по русскому языку длится два с половиной часа в нашем кабинете, потому что есть разные варианты. Дети все у нас пришли из разных школ. Мы желаем им успеха. 28 мая ребят ждет уже экзамен по математике. 8 и 16 июня запасные дни для тех, кто не смог справиться или пропустил основной день сдачи экзамена. Результаты спустя две недели. И уже потом в школе выдача аттестата. Сегодня по области открыты 59 пунктов. Всего пунктов проведения экзамена 79. Выпускников у нас достаточно много, но сегодня сдают 846. Выпускников из них 23 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. А вот сдавать ЕГЭ выпускники, что планируют поступать в ВУЗы, начнут с 31 мая по 2 июля. В первый день будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Аким Самедов, Ольга Красулина, Регион 29. Более 30 вопросов рассмотрят на очередной сессии областного собрания. Депутаты начнут работу завтра, 26 мая. В центре внимания важнейшие вопросы, которые будут рассмотрены в формате правительственного часа. Парламентарии обсудят информацию регионального правительства о ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках адресной инвестиционной программы в 2020 и текущем году. Среди вопросов дополнительное и льготное лекарственное обеспечение. Здесь очень много проблем. Есть явная нехватка финансирования на эти цели. И те механизмы, те шаги, которые нужно предпринимать незамедлительно вместе с правительством региона, конечно же, станет предметом обсуждения депутатского корпуса. Мы также посмотрим очень внимательно тему реализации инвестиционной программы на территории Архангельской области. К сожалению, сегодня застройщики столкнулись с позицией резкого удержания стройматериалов. Для нас важно, не станет ли это причиной для срыва сроков тех социально важных объектов, которые все мы ждем. В числе законопроектов, которые предстоит рассмотреть во втором чтении, упрощение порядка присвоения звания ветеран труда Архангельской области, одиноким отцам, достойно воспитывающим троих и более детей. Еще одна социальная инициатива о запрете на продажу несовершеннолетней продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ. Кроме того, парламентарии вновь вернутся к законопроекту, который распространяет на самозанятых граждан меры поддержки, оказываемым малому и среднему бизнесу. За первую неделю работы Архангельский мусоросортировочный комплекс принял 10 тонн сухих отходов. Производство запущено 17 мая, но к предприятию уже сегодня виден интерес. Накануне его посетили зампредседателя правительства Архангельской области и министр природных ресурсов ИЛПК. А сегодня комплекс осмотрели депутаты областного собрания. Как сортируют мусор на Архангельском МСК, узнал и наш корреспондент Александр Богданович. Новый мусосортировочный комплекс – современное решение для разумного обращения с ТКО. Это частное предприятие, мощности которого позволяют сортировать и отправлять на переработку до 30 тысяч тонн мусора в год. Это порядка 15 видов отходов – пластик, картон, бумага, алюминиевые банки, стекло. Сортируют их одновременно 6 человек. В перспективах увеличить количество принимаемых фракций до 25, установить порядка 2000 контейнеров и расширить штат организации до 12 постов, 12 сортировщиков. То есть благодаря этому мы увеличим и скорость обработки, и объем. На сортировку поступают раздельно накапливаемые отходы из синих контейнеров, которые в марте были установлены в Архангельске региональным оператором компании «Экоинтегратор». Сегодня комплекс принимает все содержимое из 112 таких контейнеров. Предприятие будет расширять контейнерный парк. До конца месяца будут выставлять в Северо-Двинске контейнеры от 50 до 80. До конца мая будет увеличен контейнерный парк до 330 контейнеров. Позже, до конца лета, планируется увеличить контейнерный парк до 2000 контейнеров. После расширения контейнерного парка для раздельного накопления в сутки Архангельский мусосортировочный комплекс сможет пропускать через линию до 50 тонн отходов. Я приветствую, конечно, вот это начинание, потому что таких комплексов должно быть как можно больше в нашей Архангельской области. Я считаю, что нужно прорабатывать все возможные варианты для того, чтобы как можно меньше все-таки мусора было у нас на улице, как можно меньше мусора попадало на наши полигоны, на нашу землю. Архангельский мусосортировочный комплекс планирует направлять на переработку до 90% отсортированных отходов и только 10% так называемых хвостов, не подлежащих вторичной переработке. После прессования они будут доставлены на полигон для захоронения. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион-29. В преддверии Международного дня защиты детей в регионе начинается акция «Судебные приставы детям». Главная цель – решить проблему с алименщиками. В рамках акции приставы проведут рейды по домашним адресам неплательщиков, а также проверят их финансовые возможности, в том числе по месту работы. В настоящее время на исполнении в подразделениях регионального управления службы судебных приставов находится порядка 13,5 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментных платежей. Из них чуть больше половины – это 7200 должников, которые трудоустроены и производят выплаты по алиментам. Таких нерадивых родителей могут ждать самые разные последствия – арест имущества, ограничения на выезды страны и привлечение к уголовной ответственности. Проходить акция будет с 25 мая по 1 июня. А сейчас в город былинной красы Каргополь. Там прошелся российский художественный пленэр «Белые ночи Каргополье». На улицах города можно было увидеть мастеров из Сыктывкара и Твери, Лебедяне и Череповца, Санкт-Петербурга и Пензы. Кажется, что виды Каргополя невозможно изобразить неярко или исказить. В то же время большой труд – передать каждую линию уникальной архитектуры. Осмелились это сделать участники всероссийского художественного пленэра «Белые ночи Каргополье». Впервые он прошел два года назад и был приурочен к столетию местного музея. Тогда пленэр привлек многих профессиональных художников, большинство из которых впервые побывали на Русском Севере и познакомились с природой и культурой Каргополья. Мне довелось уже бывать на этом пленэре только два года назад. И получается, даже не побывав здесь, тянуло. И когда побывал, какое-то внутреннее зацепление есть, и внутренняя тяга присутствует. И она дает вот этот стимул приезжать еще снова, находить новые места. В этом году цель – запечатлеть не только исчезающие уголки древнего Каргополя, но и его жителей. Местные с интересом наблюдают, как на улицах города творят мастера из Сыктывкары и Твери, Лебедяне и Череповца, Санкт-Петербурга и Пензы. Художники будут писать не только Каргополь, но и его окрестности. Выезды состоятся в Ашивенск, в Саунино и, если погода позволит, в Красную Лягу. Запланированные мастер-классы для учащихся детской школы искусств и местных жителей, увлекающихся живописью. Все завершится 31 мая. Горожане и гости Каргополя смогут увидеть выставку работ художников, которая развернется в Благовещенской церкви. Артемий Заварзин, Евгений Успенский, Регион 29. В Новодвинске отметили День славянской письменности и культуры. Организовывать праздник в память о братьях Кирилле и Мефодии – традиция, которая началась в городе Бумажников более 20 лет назад. Дарья Евграфова все увидела. «Свет звезд» – это очень точная метафора, которая передает всю ценность наследия Кирилла и Мефодия. Они объединили мир славян буквой и словом почти 1200 лет назад. Потому День славянской письменности и культуры – это поистине День русского слова и единственный в России государственно-церковный праздник. И если бы не создатели азбуки, вряд ли бы со сцены звучали эти песни и стихи. Всего 37 номеров исполнения артистов из Новодвинска, областного центра, Холмогор и Заостровья. «Мы хотим возродить этот праздник, потому что это государственно-православный праздник, единственный такой праздник в славян и в нашей России. Поэтому мы ее хотим возродить и повторять, несмотря ни на какую пандемию и все прочее». Аренда комфортного зала – благодарность участникам и подарки зрителям. Возродить праздник в таком масштабе помогли представители Новодвинского отделения партии ЛДПР. «Мы собрали ветеранов, собрали пенсионеров, собрали всех заинтересованных жителей в этом празднике. И на кинотеатре «Дружба» проводим концерт в честь этого праздника. Я считаю, что этот праздник очень, на самом деле, значимый, потому что русский язык – это носитель нашей духовности. Чтобы мы не забывали о своих корнях, чтобы наше молодое поколение знало и чтило своих предков, нам обязательно нужно эти праздники проводить. И привлекать к этому не только старшее поколение, но и молодых людей». Праздник в честь создателей азбуки объединил в Новодвинске порядка 200 зрителей. Традицию проводить День славянской письменности в таком формате планируют больше не прерывать, открывая новые страницы тысячелетней истории. Дарья Евграфова, Александр Кузнецов, Регион 29. Большой концерт по случаю Дня славянской письменности и культуры прошел и в Архангельске. На одной сцене выступили Северный хор и казаки России из Липецка. Впечатлился Аким Самедов. Северная степенность и казачья удаль. Такую смесь на сцене драмтеатра увидишь не каждый день. Посвященный Дню славянской письменности и культуры, концерт объединил два коллектива с разных уголков России. Коллектив увидим впервые и есть очень знакомые, интересные музыкальные номера, можно сказать популярные с точки зрения народного жанра. Я думаю, что зритель будет доволен. Удовольствие от происходящего с первых секунд, точнее залпов. Творчество казаков – настоящее музыкальное театрализированное действие. За аутентичные костюмы и диковинные пляски за границей коллектив в свое время назвали казачьим балетом. Мы учились на образцах этих танцев, этих мастеров. И брали за себя как бы в репертуар, ну, свое придумывали, но главное мысли подать, брить мессер, главное идею подхватить и ее развить. Северно-русский народный хор, он великолепный. По своим традициям, по своим, значит, программам, его надо сохранить, развить и помогать. Русский хор в этот раз в своем творчестве отвел особенное место песенному наследию Карельского и Мизенского берегов Белого моря. Плавные и размеренные движения северян сменялись резкими и энергичными танцами, шашками наголо. Одну из таких шашек, кстати, казаки подарили хору. Без нуждений не доставай, без чести не вкладывай. Очередной раз восхитился профессионализмом нашего северного хора. Ну, казаки России, безусловно, впечатлили. И все это самое главное, коллеги проходят в день славянской культуры, письменности культуры. И ребята нам подарили настоящий праздник. Коллективы разные, но страсть к искусству одна на всех. Кульминацией стало совместное исполнение песни «Моя Родина». Аким Самедов, Денис Линчевский, «Регион-29». С приходом лета, наверное, каждый задумывается, куда ехать отдыхать. А главное, на чем. Конечно, самые простые варианты – поездом или же самолетом. Но почему бы не попробовать себя в роли автотуриста? В эти дни по региону колесит проект «Открытый север» – автомаршруты. Два экипажа исследуют Вельский, Устьянский, Холмогорский и Онежские районы. А также Архангельск и Северодвинск. Если есть машина, то автотуризм может стать отличным способом приятно провести время и получить максимум положительных эмоций. Но, конечно, маршрут должен быть четко построен. Исследовательская экспедиция, которую возглавляет президент общественной организации Лига караванеров Андрей Артюхов, сегодня свое внимание направила на гостиницы, кафе, рестораны и музеи Архангельска. Главное, чтобы были парковочные места как для легковых авто, так и для автодома. «Пообщавшись с ними, они пообещали мне отправить тех задания, на которые мы посмотрим, обратим внимание, и, скорее всего, сделаем нашу парковку под инфраструктуру парковки автодомов». Сегодня путешествие на автомобиле стало одним из самых перспективных видов туризма. И, по мнению экспертов, в Архангельской области есть над чем работать в этой сфере. «Тут история работы вместе с бизнесом и инвесторами по созданию придорожной инфраструктуры очень важна, потому что сама по себе дорога не несет ценности. А вот возможность по ней проехать с комфортом – это наличие придорожной сети заправок, это наличие мотелей, это наличие объектов показа рядом с придорожной инфраструктурой, наличие гостевых домов в регионах». В рамках проекта два экипажа исследовали Вельский, Устьянский, Холмогорский и Онежский районы, а также Архангельск и Северодвинск. «Мы проехали по трассе М-8 достаточно быстро, хорошая ровная дорога, удивило то, что есть площадки для отдыха, они достаточно систематизированные, есть над чем еще работать, но приятно удивила у нас инфраструктура существующая, мы ожидали увидеть что-то хуже, и хорошо, что есть хорошая база для работы, и поэтому удивила даже придорожная кухня». По данным Ростата, на автомобиле по России путешествуют более 20 миллионов человек, однако большинство не выезжает дальше 400 километров от дома. Это связано с недостаточной инфраструктурой. Возможно, исправить ситуацию как раз помогут результаты исследовательской экспедиции. Большое начинается с малого. Александр Магданович, Ольга Красулина, Регион 29. На сегодня все. Ждем вас завтра ровно в полдень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова